Участок номер 2151. Это в Российской Академии Наук. Владимир Путин здесь голосовал всегда, не изменил свои привычки и сегодня. Правда, никогда раньше не приезжал так рано. Уже в полдесятого утра президент отдал свой голос за стабильную программу развития России. Планы на один? На один? Да. Рабочие. Пару встретить рабочих. Какой процент голосов будете считать для себя успешным? Любой, что дает право исполнять должность президента. Понятно. Вам трудно, наверное, сделать выбор? За себя неудобно? Или через не могу? Почему через не могу? Я уверен в правильности этой программы, которую предлагают. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже решил не откладывать гражданский долг на потом. Жириновский прибыл в 814-ю школу на западе российской столицы. Был, как всегда, решителен и эмоционален. Назвал текущую геополитическую ситуацию сложной и даже предвоенной. Поскольку наши выборы проходят в самой напряженной предвоенной обстановке, угрозы в адрес страны звучат из Лондона, Вашингтона, Лондона и Берлина. И сегодня весь наш народ выбирает главу российского государства, верховного правителя русского мира, чьи границы мы еще не обозначили. Кандидат от коммунистов Павел Грудинин решил, что во всем важен символизм. Свой голос на выборах президента выдвиженец от народно-патриотических сил решил отдать на участке в совхозе имени Ленина Московской области. Все как всегда. Стенд с портретами кандидатов, баскетбольный щит и неулыбчивый полицейский. Впрочем, сам Грудинин доволен. Целует сотрудницу избиркома и показывает, что все хорошо. Класс! Журналист Ксения Собчак проголосовала по открепительному удостоверению. Почему именно так, кандидат в президента объяснила просто. Хотела опробовать новую систему. Собчак сопровождали ее муж Максим Виторган и его дочь Полина. Семья выбрала участок в музыкальной школе имени Бетховена. Это в московских хамовниках. По просьбе журналистов Ксения Собчак прокомментировала свою позицию по поводу участия в выборах. Если Путин получит больше процентов, вы должны все прекрасно понимать, что каждый лишний процент Путина – это результат и бойкота, и тех людей, которые не пришли на выбор. Чем больше будет процентов голосов у Путина, тем жестче будет система, начиная с 19 марта. За выборами в России наблюдает 291 группа ОБСЕ. К этому часу во время голосования зафиксировано несколько сот нарушений. Сергей Хиршфельд. Настоящее время. Спасибо. Спасибо. Спасибо.